Слава Иисусу Христу! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Христос воскрес! Сегодня первый день Пасхи. Мы продолжаем записывать серию бесед на тему «Жития святых во свете Библии» открытым оком. Вопрос 2087. Описывает ли история русской церкви время появления на выси монашества? Ответ. Если с Владимиром князем прибыли монахи сразу, как говорят летописцы, тогда не позже, чем через час, как они дошли до Киева. Они пообедали и, не отдохнув даже полчаса, попросили себе лопаты, начали рыть норы, уходить в землю. Эти дети подземели. Если они появились здесь в обед, то после обеда это уже и проросло. Нам принесли на Русь неевангельскую веру, а византийское монашество. Это принесло нам страшные последствия. Это ложное учение о том, что спасение крепче и надежнее в иношестве. Высосало русскую нацию, обескровило ее. Самая лучшая, самая ревностная, самая мужественная устремлялась в монастыри и там, не давая потомства, уходила в песок. Монашество высосало соки из народного организма. Сделало нацию подобной сухому скелету. Орвающиеся энергию пришедших в монастыри глушили на монастырских послушаниях. Какие силы угробили монахи? Это сотни тысяч проповедников, которые засевали бы страну Словом Божиим. Их заблокировали, и их энергию удушили за стенами монастырей. Господь же учил не на дощечках Пахомьевых, а откровениями Духа Святого. Иеремия 14.14 И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложа именем Моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им, а они возвещают вам видение ложа и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Иеремия 23.21 Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Марка 16.15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот как это выглядело на практике. Арсений Тверской, 2 марта. Придя в монастырь, святой упал на колено перед настоятелем и просил его, помилуй меня, отче, помилуй грешного, не удаляй меня из святой обители, вспомни, что и Христос не отвергает кающихся грешников. Так усердно просил святой игумена Печерского. Ивгумен удивился и просил его, почему, чадо, ты так сильно сокрушаешься о грехах своих, ведь ты еще молод возрастом. Я великий грешник, отвечал святой Арсений, ибо нет человека, кто бы не согрешил, если даже он прожил всего один день. Помилуй меня, отче, и не отгоняй от святой обители. Знаю, что и мне некогда предстоит явиться на страшное судище Христово. Какой ответ я дам тогда нелестеприятному судьи? Удивился игумен ответ у юноши. Он прозрел своими духовными очами, что на отроке почивает особенная благодать Божия. Но видя, что Арсений еще молод, игумен Печерский сказал ему, трудна жизнь иноческая, много в ней лишений и скорбей. Нелегко тебе будет в таких молодых летах переносить все подвиги монашеские. Но много стезей указал Господь для спасения людей. Избери себе другой путь, более легкий. Не страшусь я трудов иноческих, отвечал святой. Сладкие и приятные они для меня. Об этом, об одном прошу тебя, сделай меня последним рабом в святой обители. И с благодарностью я буду исполнять все. Иоанн Прозорный, 27 марта. Он же ласково беседовал со мной, своей правой рукой касаясь слегка моей левой щеки, сказал мне, многие скорби ожидают тебя впереди, и трудную брань уже ты перенес, борясь со своими желаниями оставить пустыню. Ты не исполнил этого желания, несмотря на то, что дьявол выставлял тебе благовидный предлог для оставления пустыни, напоминай тебе о любви к тебе отца и брата. Любовь отца и брата – это дьявола. А вот скрыться, ненавидеть всех – это от Бога. Притом, речь идет о отце и брате верующих. Я тебе возвещу радостную весть. И отец и брат твой оба здравствуют, и отреклись от мира. А отец твой проживет еще семь лет. Вопрос 2088. Колоссиум 2, 20-23. Итак, если вы со Христом умерли до сихи, и мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления, не прикасаясь, не вкушаяся, не дотрагиваясь, что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрии и изнурении тела в некое небрежение о насыщении плоти. Если это место хотя бы считали пустыножители, то как они могут полагать заслужить себе спасение строго противоположенными подвигами? Это все вопрос. Ответ. Спасение не заслуживается. Оно даруется, как благодать даром. А дальнейшая жизнь только подтверждает, получил ли ты усыновление от Христа, движим ли духом святым в любви Божией. Ифесянам 2.8.9 «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Деяние 15.11 «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». 2 Тимофея 1.9 «Спавшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен». Мария Египетская. 1 апреля. «Она обратилась на восток, возвершившись кверху и подняв руки, так молились, она начала молиться, но так тихо, что засима не слышал и не понимал слов молитвы. Помолившись в церкви, я сошла к Иордам и омыла себе водой этой святой реки руки и лицо. Возвратившись в церковь, я причастилась к причистых и изжатворящих тайн христовых. Так я удалилась в пустыню, где я ищет Китая до сего дня, ожидая спасения, какое подаст мне Бог от душевных и телесных страданий. Ануви. 5 июня. Но по Божьему усмотрению он был освобожден из рук язычников и отправился в пустыню, подвязаясь и угождая Богу. Он скитался в ней до глубокой старости. Без дела, мотался, ходил, это угождая Богу. А они не знали Евангелия. Если знали, они его прятали. Они были враждебны Евангелию. Они не верили ему. И Фиминова, 15 октября. Сам поселился один во рву. Преподобный Ефимий иногда оставлял свой ров и посещал братья, а иногда, ревнуя о безмолвии, восходил на высоты Афона. И слышал он там однажды голос, говоривший ему, тебе не следует оставаться долей в пустыне в борьбе с демонами, ибо они удалились от тебя, давно побежденные твоей добродетелью. То есть он не знает, он борется, есть, нет, живые, неживые. Исполняя божественное повеление, преподобный оставил вершины Афона и, взяв с собой двух иноков, Игнатия и Ефрема, отправился с ними с Афона в Солунь. Вопрос 2089. Сегодня строят монастыри, и в них подвязается какой-то народ. Кто их туда зовет, или откуда они берутся, и зачем? Они много ходят по магазинам и все что-то выпрашивают. Ответ. На этом пострижении буквально свихнулись все. Так монахи сумели убедить народ, что только в выноществе они могут заслужить достойное место, что Бог учтет их страдания немытые, их желудок пустой, их недосыпание и покинутость. Эти стрегольники властвуют над обманутыми уже ими, одетыми в черных одеждах и склоняющимися в базарное толщине городов лжемонахами-попрошайками. Они не могут сказать искренне с апостолом Павлом, что вся их деятельность противоречит его словам. 2 Коринфянам 1,4 Не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы поспешенствуем радости вашей, ибо верою вы тверды. А это все от неверия Богу происходит. Вот эти стреголеи и стрегут сегодня выталкивать не посяга. Постригаем их на улицу, забирая их квартиры. Стефан Новый 28 ноября К нему-то и привели родители Стефана, своего шестнадцатилетнего сына, и вручив отрока святому старцу, умоляли его облечь их сына в ангельский образ и научить служению Богу. Развинулась Стефана и прозорливая очами, провидя в нем благодать Божия, старец сказал, «Воистину, Дух Божий почивает на об этом отроке». И он с любовью принял блаженного отрока, постриг его в выноческий щин и стал наставлять его в полигах безволнового жительства. Тем временем умер отец преподобного Стефана. Узнав осень, преподобный взял благословение у своего отца духовного, отправился в Византию и там почтил подобающим погребением плоского родителя своего. Затем он продал все оставшееся после него имение и деньги раздал нищим. Устроив эти дела, он взял с собой мать свою и одну из сестер. Другая сестра Святого уже постригла выночество в одном из византийских делищных монастырей и поместил их в женском монастыре. В этом монастыре Святой Степан и постриг выночество мать и сестру свою. Сам же возвратился к преподобному наставнику Макарий Калязинский, 17 марта. Кроме упомянутого ранее соседнего землевладелца Ивана Каляги, были и другие постриженники Макария, которые записывали за его монастырем свои земельные владения и клали клады вещами и деньгами. Слава подвигов Макария привлекала жертвы в монастырь с разных сторон, о чем свидетельствуют дошедшие до сего времени документы. Тверской князь Борис Александрович около 1461 года приписал к Калязиному монастырю. Княгиня Феодосия Ивановна, дочь князя Ивана Борисовича, пожертвовала село Васильевское с деревнями, селищем и с пировым. Князь Александр Романович село Константиновское с семью деревнями. Было много и других кладов пустошами и населенными землями. Он поступал по евангельскому слову, ищите прежде царствие Божие, правда его. А проще всего приложится вам. Такого нигде нет проще, а все сие, одежда и питание. В такой жизни преподобный достиг глубокой старости. Приписывает селение с тысячами населения. У патриарха Ника насчислено за ним 120 тысяч крепостных душ. Вопрос 2090. Могли бы вы вкратце на основании Писания и правил святых отцов показать несоответствие предлагаемых житей Писанию и преданию? Ответ. Этот вопрос не ко мне бы подставлять, так жившим в те времена людям. Но было же Писание и тогда. Так почему же не сравнивали они свои действия с этой книгой книг? Разве я какое-то новое учение ввел? Почему я должен это все объяснять, когда есть Библия? Ее можно открыть и считать, и сравнивать с тем, что мы на деле видим сегодня. Где заповедано бросать жену и детей? В каком стихе или главе Евангелия, если родные наши не противятся истине? Это прямо антихристианское учение. И оно вышло не от любящего сердца. Кто впервые ввел эти иноческие другие уставы, лишь бы расстоять на своем? Потом эти совершенно надуманные клятвы, обязанности, уставы монастырские. Если это просто сообщество для лучшего выживания и в трудных экономических условиях, или для обороны от врагов, или школы для научения, тогда понятно. Но тут резкое противопоставление себя всему христианскому миру. Не миру безбожному, а христианскому. Причем с активной агитацией переманивая свой лагерь, жесткой структурой и безоговорочной сдачей всех бывших позиций. Причем настолько явно тоталитарным характером, как бы спецзаказ какого-то важного тоталитарного деспота выполнялся. Все пункты этих киновий, монастырей, лавр в чистейшем виде сгусток самых тоталитарнейших сект. Монастыре есть истинные родоначальники всякого тоталитарного режима. Нужно было бы Ленину и Сталину, Гитлеру пожить в монастыре, научиться и потом уже создавать монастыри ГУЛАГа на территории целых стран. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждайтесь, не зная Писаний и силы Божьей». Зачем меня все время обвиняют в своей неправоте? Они якобы ратуют за честь святых. Но разве честь Божия меньше того стоит, что, вопреки Слову Божию, нужен авторитет смертного человека, бывшего парнишкой-прошкой и ставшего преподобным святым Серафимом, ставить выше авторитета Иегова, Сидержителя, Творца неба и земли? 6-й Средневский Собор, правило 62-е, считаем. Определяем, никакому мужу не оставаться, не одеваться в женскую одежду, или не жене в одежду мужа и свойственную, не носить ли чин комических, или сатирических, или трагических. Посему тех, которые, однажды, зная сие, дерзнут, делать что-либо из вышесказанного, если суть клерики, повелеваем извергать из священного чина. Если же миряне, отключайте от общения церковного. В 340 году собрался Гамбский поместный собор. Легко догадаться, видя, какие вопросы там поднимались, насколько они уже были актуальны. Просто нетерпимо в то время в церкви и жаловались епископы на этих монахов, соблазнителей и разрушителей тех семей, которые разваливают семьи, жены переодеваются в мужскую одежду. Сколько-то из этих маскарадников, переодевающих в жития попало, а это может быть тысячная доля процента от общего числа, поменявших женский гардероб на мужской, сколько? Многие стали бросать невест, жен, мужей, родителей, детей. И все ради спасения, ради благочестия. Кто-то же дергал за эти ниточки и веревочки, кто-то из далекой пустыни дирижировал этой эпидемией. Так что государственная жизнь стала разваливаться. И тогда соборы под руководством православных и благочестивейших императоров, собиравшиеся, стали выносить эти правила, что равнозначно нашим статьям Конституции, Уголовному кодексу и брать под клятву, то есть под проклятие всех непокоривых божественным и государственным законам. Где написано под клятву, значит, этот, подпавший под нарушение этой заповеди, есть окаянный преступник. Но под эти статьи Гангстана собора попадают чуть ли не все подвижники и пустынники, которые тиражировали свой образ на неискушенных. И немало было их там, если только в одной части малой пустыни, когда по приказу Аркадия императора и патриарха Александрийского Феофила, пришли войска и сразу же убили более десяти тысяч этих пустынников. Десять тысяч. Это по тем временам была огромная армия. Но это только одна часть, уголок одной пустыни. Эти монахи, все современники Иоанна Златоуста, уже никому не подчинялись. И власть поняла, это и срочно, всего лишь через тридцать с лишним лет после восстарения царя Константина, выражена была принять эти жесткие правила против житий святых. Привожу их правила полностью, хотя они не действуют сегодня на патриотов житийных. Гангстский. Тринадцатое правило. Слушайте внимательно. Это не Игнатий говорит. Собор. Если какая-либо жена ради мнивого подвижничества переменит одеяние и вместо обыкновенной женской одежды обречется в мужскую, да будет под клятвою. Четырнадцатое правило. Если какая-либо жена оставит мужа и отойти захочет, глушаясь браком, да будет под клятвою. Так сколько же их попадает под эту клятву? Сколько бросили своих мужей? А здесь одежда одевается. Пятнадцатое. Если кто детей своих оставляет и не питает, и не приводит по возможности к подобающему благочестию, но под предлогом отшельничества не родит о них, да будет под клятвою. И потекли в обратном направлении. Шестнадцатое. Если некоторые дети под предлогом благочестия оставят своих родителей на ищи пачи верных и воздают подобающие чести родителям, да будут под клятвою. Впрочем, правоверие, да будет ими соблюдаемо предпочтительно. Правильно-неправильно верят, это главный пункт, по которому оправдались. Семнадцатое. Если какая жена ради мнимого подвижничества отрежет волосы, которые дал ей Бог в напоминании подчиненности, таковая, как нарушающая заповедь подчиненности, да будет под клятвою. Восемнадцатое правило. Если кто ради мнимого подвижничества постится в день воскресный, да будет под клятвою. Девятнадцатое. Если кто из подвижников бестелесные нужды, бестелесные, возносится и разрешает посты, преданные к общему соблюдению и хранимой церковью, пребывая при том в полном разуме, да будет под клятвою. Двадцать первое правило. Сие же пишем, поставляя преграды не тем, которые в церкви Божьей по описанию подвижничества желают, но тем, которые подвижничества приемлют в повод гордости, возносятся на живущими просто и вопреки писаниям и церковным правилам вводят новости. Таким образом, мы и девство со смирением соединенное, чтим и воздержание с честностью и благочестием соблюдаемое, приемлем смиренное отшельничество от мирских дел одобряем, и брачное честное сожительство почитаем, и богатство с правдой и благотворением не уничижаем, а и простоту, и малоценность одежь, употребляемых только ради попечения о теле, неизысканного, похваляем, а из неженого, в мягкой одежде хождение, отвращаемся. И домы Божии почитаем, и собрания, бывающие в них, как святые, полезные, приемлем, не заключая благочестия в домах, но почитая всякое место, созданное во имя Божие, и хождение в церковь Божия на пользу общую приемлем. И избыточествующее благотворение братьей по преданиям, посредством церкви нищим, бывающим, ублажаем, и, да скажем вкратце, желаем, добывают в церкви все принятые от Божественных Писаний и апостольских времен. Преподобный Далмат жил в царственнике в Пеодосии Великого, это Исаакий, 3 августа. Служил в войске и пользовался уважением царя. Затем, презряв для Бога все мирское, он оставил жену и детей, и, взяв с собой одного только сына, Фавста, он пошел к преподобному Исаакию, имевшему обитель близ Константинополя. Здесь они были пострижены преподобным Исаакием и в винащийский чин. И оба вели благоугодную жизнь, богоугодную, постоянно соблюдая строгий пост. Вопрос в 2091. Разве поработать Христу можно только в монастыре? Ответ. О монастырях вообще нет в Библии ни словечки, даже самого махонького. Это так монахи сумели выставить себя, что они и есть труженики, и не просто трудяги, но Божьи, они подобно ангелов, и к ним нужно помогать. Отсюда вывод, что апостолы и последователи апостолов, все, кто не знал еще про инощество, это и не труженики Божьи. Есть места в Библии, которые ни к кому так всеобъемно не приложимы, как к явным самовосхвалителям, которые не земными одеждами хвалятся, но особой некой близостью к Богу. О чем с такими оговорками говорит только один лишь вселенский учитель, апостол Павел. А здесь в каждом житии видение Павла помножен десятикратно, и никого это почему-то не удивляет. А жизнь на апостольской тропе даже не появлялась, вся прошла в избранной норе. Римлянам 1.30 Самохвалы горды, непослушны родителям. Господь называет трудящимися не слепых вождей, а истинных проповедников. Их труд оценен по высшей шкале именно в слове трудиться, проповедовать. Матфея 10.10 Ни сумы на дорогу, ни двух одеж, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания, не берите. Яна 4.38 Я послал уважать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Куда труд? В пустыню? Речь идет о проповеди, об обращении людей. Деяние 20.35 Во всем показал я вам, что так трудясь надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать. А монахи все труд. Вот если человек будет ладошкой хлопать, дым гонять или за звуком гоняться, вырыл яму, залез в нее и сидит, я тружусь. Какой же это труд-то? Ну, пока яму копал, трудился, теле устроил. 2.1 Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Ваш вопрос очень важен, потому что все жития переполнены восхищениями, что вот такой-то герой в горах прилагал все новые подвиги к более возвышенным, усиливая молитвенные подвиги, иношеские подвиги, монашеские подвиги и тому подобное. Приведу 15 мест из Нового Завета, которые говорят, что нигде нет и намека на те труды, о каких говорят монахи, забиться в горы, в уединенную пещеру, и там совершать молитвенный труд, трудиться, утруждаться. В Новом Завете сугубую награду за труд обещают только трудящимся в проповеди. И насаждение, и поливы, выращивание, это все относится к проповеди. И слово сотрудник означает не то, что думают монахи, забиться с ними в пещеру, но сотрудничает с Павлом в деле проповеди. В гуще мировых событий среди людей, а не в пустыне обретался трудников. Если после приведения этих 15 мест писания все же вы не убедитесь, что у Бога другая шкала при оценке трудов, тогда продолжайте трудиться вне трудов Божьих, как бы их потом не назвали монахи. Римлянам 16.6 Приветствуйте Марьям, которая много трудилась для нас не в пустыне. 1 Коринфян 3.8 Насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. А кто насаждающий и поливающий? Проповедники. 1 Коринфян 15.10 Но благодатью Божию есм то, что есм, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Где не я впрочем, а благодать Божия, которая со мною? 2 Коринфян 10.15 Мы не безмерно хвалимся не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить вас удел наш. То есть проповедь. Галатам 4.11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Как он трудился? Проповедовал. Филиппийцам 2.16 Содержа слово жизни похвале Мои в день Христов, что я не тщетно подвязался, не тщетно трудился. А монахи трудился, на большее труды взял, то есть что стал? Ну, больше комаров кормить. Меньше спать. Филиппийцам 4.3 Ей прошу и тебя искренний сотрудник, сотрудник, помощник, помогай им, подвязавшимся в благовествование вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни, как они могли быть сотрудниками, если бы сидели в пещерах? Колоссиным 4.11 Также Иисус прозываемый устом оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для царствия Божия, бывшим не отрадую. Сотрудники. 1 Иисус 2.9 Ибо вы помните, братья, труд наши изнурения, ночью и днем работая, чтобы не тяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Трудились, благовествовали. 1 Иисус 5.12 Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших о Господе и вразумляющих вас. Это труд. 2 Иисус 3.8 10 Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночи и день, чтобы не обременить кого из вас. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 1 Тимофея 5.17 18 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. И в описании говорит, не заграждай рта у вала молотящего и трудящийся достоин награды своей. Но откройте эти места. Неужели это говорится, что сидел в келье, в лесу, в дупло залез на столпе? 2 Тимофея 2.9 Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Откровение 2.13 Ты много переносил, имеешь терпение и для меня, для имени моего трудился и не изнемогал. Монахи это все переворачивают. Вот он там пусть пошел, постился, забился, береги надел, это он трудился для Бога. Откровение 14.13 И услышал я голос с неба говорящий, мне напиши отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними. Какие труды? Проповедь Евангелия. Если в монастыре трудятся, изготавливая что-то и при этом готовят проповедников, то это труд Божий. Алексей, митрополит, 12 февраля. Возлюбив Бога с юного возраста, он оставил своих родителей, отказался от женитьбы и желая поработать единому владыке Христу, пришел в Бога Евленский монастырь в Москве и здесь постригся выноки. Причем в пострижении ему дали то имя, которое он слышал в сонном бедении. Алексей Никон Печерский 23 марта. Часто также преподобный Феодосий сам наставлял брать ее духовным словом. Повелевал сделать тоже и Блаженному Никону, начитанному в книгах. Много раз, когда Блаженный Никон сшивал и делал книги, так как был искусен в этом, сам преподобный Феодосий, садившись около него, приготовлял ему потребные для этого дела, нитки. Но вскоре Блаженный Безмолвник преподобный Никон пожелал снова возвратиться на свой остров. Вопрос.